Дорогие жители, гости города Садака. После этого прекрасного осеннего дня, вы знаете, душа радуется, началась акция приема трехдневных депутатов Единой России с участием администрации города в общественном приемном, в других местах, где объявлена наша была газета. Ну, после традиции, как мне говорят, что мне делать нечего, я, конечно, серьезно подготовился к каждому депутату, пришел с обращения, писал, скажет вопрос, ну, что можно сказать, что вот я был полтора часа, был единственным, кто был на приеме у Золотаревского, Владимир Федоровича, прямо в Горгазе. К сожалению, директор Део не пришел, чтобы был в отпуске, не догадался прислать главного инженера, а почему-то, значит, общественные приемные не догадались, ну, подсказать им, что сегодня вы можете прийти, прислать заместителя. Я пришел учесть эти вещи, просто некрасиво, понимаете. Я скажу, вот человек уровня подготовки, квалификации, ответственности, бессменный депутат, серьезная комиссия, вот он нашел время, мы полтора часа вопросы досконально разбирали. В сегодняшнем обращении, в прошлом, он приготовил документы, понимаете, там, комиссия по дорожному движению, все эти вещи, но приятное было с нормальным человеком, грамотным, един Россией, там, какая разница, где, работодать. Все обсудили, все решили, нужно сказать спасибо и думаю, что дальше процесс пойдет. А вот я был сегодня в общественной приемной, где я принимала Ереченко и Фомичева, ну, две заслуженные женщины, образованные, грамотные, понимаете, но я ушел от них с давлением 160 на 110, потому что вместо решения вопросов, обсуждения, начали критиковать, что мне делать нечего, заражаю всех работу, они такие занятые, но это не тот полет, который должен обеспечить прием таких, как у руководителей, на приеме, даже если пришел глупый к ним, понимаете, человек на виде Ермоловского, ну, нельзя это, не надо себя унижать этим. А вот чем занимается партия Родина, вот я, как бы, дружу с всеми партиями, с молодежью, вот сегодня с молодым попросил я вам, мы вышли на территорию объекта города, где есть проблемы, которые решают нужные, партии власти, и всем буквально, даже беспартийно. Поэтому я, уважаю соболезненно, не дотрясусь такого приема сегодня, таких высоких людей приемной, и хотел бы, чтобы дальше этого позорища, понимаете, не было. Да, получил я ответ, вот главный человек партии нашего города, Георгия России, не хочу, понимаете, фамилию его позорить, где написано, ваши вопросы будут, значит, ну, изучены, учтены в процессе нашей работы. Знаете, одна строчка, 8 слов, ни номера письма, ответа, ни его, понимаете, даты. Ну, это полное позорище. Поэтому надо учить депутатов, первых лиц, и даже после молодежи, как работать с избирателями. Такая работа не годится. Это не уровень партии власти. Вот мы находимся вот на улице Почтовая и Березова, где тут возле Думы, Березова 4. Вот здесь вот, смотрите, что происходит. Еще в те времена царствования, понимаете, Некрасова, вот хозяйка, магазин Акипарис, пристроила все беды, магазин, прекрасно сделала спортзал, где наша молодежь занимается, она похвальна, если бы это строение не было расположено на теплотрассе. Вы знаете, уровня власти города, всех силовых структур, надзора не хватило, чтобы не допустить этого безобразия, понимаете? Она построилась. Сегодня буквально месяц назад потекла теплоносительный потек, дома остались без отопления. И полтора дня рабочая теплоэнерго Судакского стояли буквой Г, долбили этот асфальт, бетон, прокладывали в обход трубы. Это уродство сделали, уродство, понимаете? Уродство. На виду в центре города. Чем мы гордимся? Чем мы гордимся? Говорят мне, что это время разрешили, чтобы дать тепло, а летом это передел за счет хозяйки магазина. Я не хочу знать фамилию, к кому обращался. Нормальные люди. Но Некрасов своей командой не мог добиться ни недопредостроительства, ни сносов, ничего. Он обещал, обещал, ушел в небытье и вопрос с ним ушел. Поэтому я хочу обратить внимание на наше руководство, и партии Генн России, и партии власти Игоря Геннадьевича, Геннадьевича, что девчонки допускать нужно. Иду дальше, да, по пути, вот здесь, в контейнерной площадке, извините, дома, значит, почтовая, 17-19-шки, валяется кошка, вы знаете. И рядом площадка контейнера, ну, 8 метров, а на 3 дня валяется дохлая, все едут и видят. И оператор по мусору, и коммунхоз, и сотни людей проходят, а никто не видит. А кому обратиться не к нам по дохлым животным? Некому. Ну, спасибо, есть ДДС, они от меня просто принимают, не зная, какая реакция, но так же не должно быть. Слушайте, люди, не будьте безучастны, не приступайте к моему безобразию, понимаете, наш курортный город, наше будущее бесполезно. Спасибо за внимание.